здравствуйте друзья меня зовут инна и это канал творчество для всех прошлом мастер-классе я обещала вам показать как можно сделать еще одним способом вербу прошлом мастер-классе я вам показывала вот такие веточки сегодня я хочу вам показать вот такие здесь пушистики более крупные ну и давайте приступим для всего этого нам понадобится белый бисер и зеленый бисер проволочка у меня 03 серебристого цвета для пушистиков и зеленая 03 для маленьких листочков впрочем я эти листочки сделала спонтанно у меня просто осталось очень мало коричневой флор ленты я решила оборачивать стволики зеленый когда я попробовала обернуть тоже почечками как делала в предыдущем мастер-классе коричневыми то они на зеленом не очень хорошо смотрелись поэтому я думаю почему просто не приделать листочки небольшие ну и в итоге вот что у меня получилось бисерка всегда я уже приготовила набрала его на проволочку ну и давайте приступим для таких пушистиков нам необходимо сложить проволочку вот таким вот образом скрутить петельку оставив кончик не очень большой для того чтобы мы здесь сделали как основу вот что у нас в итоге должно получиться кто занимается сборкой цветов знает что это французское плетение на основу мы набираем я буду набирать 8 бисеринок это где-то приблизительно один сантиметр может быть один и два в зависимости от бисера он может быть разной величины и буду брать 8 но если кто-то знает французскую технику и мне составит это труда кто не знает я постараюсь показать на основную проволочку набрали 8 бисеринок и теперь нам надо сделать две пары док для этого мы с вами прикладываем нашу рабочую проволочку с бисером рядышком и вокруг основания заводим заводим ее сверху и обкручиваем ее на один оборотик вот так чтобы нам выйти на другую сторону теперь мы должны повторить это с другой стороны прикладываем бисер к этой стороне и сверху давайте проволочку сверху прокручиваем выводя ее на эту сторону старайтесь листочек не переворачивать если вы будете все делать правильно то у вас будет это лицевая страна а это изнаночная и опять мы с вами прикладываем зовут отмеряем бисера столько сколько нам надо до основной проволочки и обкручиваем проволочку вот так и с другой стороны это будет 2 пара док и тоже сверху вот так вот обкручиваем все мы здесь можем закрепить в итоге вот что у нас получилось вот это у нас будет лицевая страна а вот это изнаночная вот у нас здесь видно проволочка видите и здесь тоже это потому что мы с вами крутили вот так и с собой крутили назад то у нас было тогда здесь изнаночная страна там лицевая ну и все петельку вот эту мы разрезаем и отрезаем основную проволочку все бисер нам больше пока не нужен для одного пушистика нам нужны две такие заготовочки лишний кончик мы обрезаем оставляя буквально 3-4 миллиметра отрезали и загнули его на лицевую сторону ой на изнаночную сторону простите чтобы его не было видно у меня проволочка мягкая поэтому я могу делать руками если у кого-то более твердые то толстый проволоку можно использовать какой-нибудь подходящий инструмент например там пассатишка там или еще что-то чтобы пригнуть проволочку чтобы она не цеплялась но мы ее спрячем и вот для одного пушистика нам нужны вот две такие заготовочки теперь мы их накладываем друг на друга стараемся накладывать изнаночной стороны видите где у нас петельки крючочки изнаночной стороны вовнутрь вот так вот наложили теперь скрутили между собой ну если кто смотрел мой предыдущий мастер-класс берем и прокручиваем аккуратненько аккуратненько вот так и у нас получился вот такой вот пушистик как многих называют котики ну котиков я уже приготовила давайте сделаем листочки для этого нам необходим зеленый бисер и линеечка она у меня тоже зеленая поэтому вам наверно будет плохо видно но уж поверьте мне на слово я буду брать столько сколько буду говорить я отмеряю три сантиметра бисера еще одну сиреночку добавлю три сантиметра бисера оставляю кончик четыре пять сантиметров складываю бисер пополам вот так вот прижимаю и скручиваю проволочки вот в принципе и все листочек готов проволочку я отрезаю на разном расстоянии так удобнее их приматывать потом к основанию и давайте еще один сделаем листики не обязательно делать каждому пушистику можно вообще без листиков обойтись три сантиметра проволочки оставили небольшой кончик сложили наш бисер пополам скрутили я думаю достаточно у меня там два листика еще есть приготовленных все проволочку можем убирать она нам больше пока не потребуется ну и берем вот у меня такая опять алюминиевая проволочка для самого для самой веточки в прошлом мастер-классе я говорилась когда говорила что мы для почечек набираем бисер на алюминиевую проволоку нет там была медная проволока простите меня пожалуйста если кто-то смотрел и увидел мой такой небольшой косячок вот ну что давайте приступим к сборке я беру зеленую тейпленту немножечко сначала растяну ее спрячу саму макушечку неудобно так сейчас секунду подвину свои пушистики прикладываем первый пушистик и оборачиваем тейплент кончики проволочки я тоже стараюсь вот так вот их немножечко зафиксировать чтобы не полталось у нас вот здесь ничего так все мы его примотали поехали дальше забыла сказать что листочки я приделываю прямо к самим пушистикам то есть беру вот так вот и приделываю прикручиваю мне даже очень нравится если они немножечко вот так вот в сторонку топорщится вот так вот вот у меня здесь 4 листика я сделаю 4 таких с листиками вот так вот я делала даже без этих листиков и без коричневых вот как делала в прошлом в прошлом мастерклассе показывала там как от почечки такие коричневые чешуйки просто вот такие вот бутончики кошечки котики тоже смотрится очень хорошо особенно на коричневом цвете ну и поехали дальше теперь мы можем просто брать то что нам попадается и приматывать старайтесь чтобы листочек все-таки был сюда снаружи а не во внутрь ну и как часто это уже на ваше усмотрение как часто вы будете приматывать можно сделать это пореже можно сделать еще чаще давайте возьмем без листочка можно так немножечко отогнуть чуть-чуть где-то на 45 градусов чтобы было удобнее приматывать вот кончики убираем кончики убираем вот так в хаотичном порядке где с листочком где без листочков мы с вами приделаем так котики у меня кончились поэтому я доматываю нужно было бы еще парочку сделать ну если это будет стоять в какой-то вазочке то длинный стебелек нам внизу не помешает вот в принципе то что у нас получилось с вами мне кажется и зеленым зеленая веточка это тоже получилось неплохо вот такие веточки кто не смотрел мой предыдущий урок может зайти ко мне на канал посмотреть это вот такие что я могу вам сказать у меня еще еще один вариант остался я тоже хочу с вами им поделиться так что заходите на мой канал подписывайтесь нажимайте пальчик вверху нажимайте на колокольчик а я с вами на этом прощаюсь пока пока пока